Хранители огня прибывают на поезде точно по расписанию. Начало эстафеты на железнодорожном вокзале Кемерово. В 9.40 стартует Николай Валуев. Имя первого факелоносца кемеровского этапа эстафеты Олимпийского огня до последнего держит в секрете. Итоговый выбор не становится сюрпризом. Уроженец Петербурга, работающий в Москве, Николай Валуев подает заявку на участие именно в кемеровском этапе эстафеты. Поучаствовать в этом замечательном празднике в Сибири для меня оказалось гораздо важнее, чем в других городах. Поэтому в моем обращении или заявке стоял город Кемерово. Я написал вообще Кемеровской области, а уже решили, что я буду участвовать в пробеге именно в Кемерово. Кажется, всего пару шагов и дистанция для Валуева завершается. На выходе с привокзальной площади он передает эстафету следующему участнику. На четвертом слоте, так называется отрезок дистанции, «Священный огонь» принимает Мария Байдена. В качестве журналиста она отработала на двух олимпиадах. Признается, теперь на себе ощутила волнение, присущее спортсменам перед выходом на старт главных игр четырехлетия. Я волнуюсь очень сильно. Я сейчас чувствую себя примерно так, как чувствуют спортсмены перед стартом. Слоган «Видели» по городу висит – это твоя олимпиада. Я думаю, сейчас каждый человек, который понесет факел, будет чувствовать себя как спортсмен перед стартом. Я сегодня всю ночь не спала, честно скажу, мандражировала. Хранители огня всегда рядом. Факелоносцы несут сочинский символ в окружении кортежей с сопровождением от одного объекта к другому. Лесная поляна, губернский центр спорта «Кузбасс», музей-заповедник «Красная горка». «Священный огонь» гостит во всех знаменательных уголках областной столицы и преодолеет за день около 40 километров. Возле спорткомплекса «Арена» народ собирается за пару часов до прибытия огня. В толпе легко угадываются знакомые флаги и растяжки. Болельщики волейбольного «Кузбасса» перед игрой спешат поддержать факелоносцев этого этапа. Одним из них становится наша коллега, спортивный журналист телеканала «Мой город» Татьяна Савельева. Здесь, на 203-м слоте, за нее пришли поболеть родные и друзья. В группу поддержки смело можно записывать и съемочную группу нашего телеканала, работающую на этом участке. На самом деле очень волнительно, очень здорово, что есть возможность прикоснуться к истории олимпийского движения. Вот уже через какое-то время вот здесь вот будет гореть тот самый олимпийский огонь, за которым мы так давно следим. И это, ну, на самом деле это очень большой праздник, это очень волнительно и здорово, когда ты понимаешь, что рядом с тобой, вот на этом этапе, что ты не один, а здесь люди, можно почувствовать себя, наверное, спортсменом. В нарядном олимпийском костюме Татьяна принимает эстафетный огонь от нашего прославленного паралимпийца Сергея Поддубного. С улицы Гагарина действие поворачивается на Тухачевского, и там, на финише 200-метровки, Татьяна уже ждет сюрприз. Цветочную композицию в форме олимпийского факела преподносит Татьяне ее муж Павел, офицер наркоконтроля. Символичный букет спортивный корреспондент оставляет на память себе, а факел олимпийского Сочи отправляется с дистанции прямиком в нашу студию. Теперь он будет храниться на телеканале «Мой город». Сейчас на площади Советов творится просто что-то невероятное. Кажется, сюда стянулся весь город. На самом деле, столько народа я, пожалуй, никогда не видела. Невероятный драйв ожидания. Все ждут, когда прибудет последний факелоносец Наталья Шиви, и когда уже, собственно, зажгут чашу олимпийского огня. Возможность выкупить факел на память воспользуется и последний участник кемеровского этапа эстафеты, конькобежка Наталья Шивиа. Хранить символ сочинских игр она будет рядом с главной наградой в своей спортивной карьере – бронзовой медалью Олимпиады 1984 года в Сараево. Прошло почти 30 лет, что и мне опять предоставилась такая возможность прикоснуться к движению олимпийскому, ощутить дух Олимпиады, пронести символ олимпийских игр в факел с огнем, пробежать финишные метры эстафеты по нашей кузбасской земле. Мы, факелоносцы, кемеровчане, с области люди, сделали все, чтобы доставить огонь сюда для зажжения чаши. Мне очень почетно стоять на одной трибуне рядом с уважаемым Аманом Гумировичем Тулеевым и присутствовать при зажжении чаши. Спасибо всем! На финише Наталья передает факел в руки губернатора Кузбасса Амана Тулеева, и они вместе зажигают олимпийскую чашу. Теперь эстафету огня в Кузбассе можно официально считать закрытой. Дорогие друзья, вы знаете, что олимпийский огонь всегда олицетворяет символ мужества, честности, порядочности, спортивных подвигов. И вот только что мы сейчас вместе с вами зажгли олимпийскую чашу. И пусть вот частичка этого огня зажжет в сердцах каждого из нас тоже веру в себя, в свои силы, возможность совершить любой подвиг. Я желаю вам счастья, здоровья, успехов в учебе, в спорте, низкий поклон вашим семьям. И давайте пожелаем дальнейшего счастливого пути нашему олимпийскому огню и до встречи в Сочи! После Кимерова огонь продолжил свое путешествие по Сибири. Хранители отвезли его в Томск, а уже сегодня священное пламя прибыло в Горный Алтай. Олимпийский огонь будет путешествовать по стране до 7 февраля 2014 года, непосредственно до старта игр в Сочи. А у кимеровчан теперь навсегда останется в памяти еще одно в прямом смысле слова «яркое событие». Многие зрители эстафеты признаются, пусть они не стали факелоносцами, но олимпийский огонь зажег и их сердца. Наталья Токмагашева, Анна Печенегова, Андрей Лугодин, Станислав Грушевский. Новости моего города.